Если человек не чувствует любви к детям, не чувствует любовь к своей работе, он ни за какие деньги не сможет достойно работать. Но тем не менее сумма? Ну сумма, наверное, не меньше 40-50. Я считаю, что зарплата должна быть как минимум 50. Я думаю, 50-60 тысяч – это более-менее еще как-то можно. А ну 1040-50, почему бы нет? Труд очень тяжелый, труд очень ответственный. Она просто на отношении к жизни плохо сказывается. Маленькая зарплата. Человек себя чувствует социально защищенным и неуверенным. Если человек недоволен жизнью, как он может хорошо общаться с детьми и вообще с людьми. То есть какую зарплату даете? 40-45. Ну хотя бы 1050, а потом до 70 хотя бы. И это все о ней – пресловутой учительской зарплате. Цифры из уст родителей звучат, как несбыточная мечта. В реальности чуть меньше 20 тысяч рублей. А это одна из самых низких зарплат в России. Как говорится, на хлеб не намажешь. Яна Очкасова и Анастасия Мазаева – молодые педагоги Саратовского медико-биологического лицея. С удовольствием говорят об особом духе заведения, учениках и уроках. Но признаются, что учительского жалования хватает лишь на самое необходимое. И иногда ловят себя на мысли, что их финансы поют романсы. Первый год я пришла, никакого портфолио, никаких баллов у меня не было. То есть опыта работы тоже никакого. Зарплата была больше 20 тысяч. А что не хватает, если честно? Не хватает? Ну так, а что не хватает? Ну, наверное, на какие-то крупные покупки, скажем, например, как мобильного телефона. Бытовая техника, да. Но если подкопить, конечно, то тут можно купить. Но вот чтобы прям сразу, то нет. Стимулирующие выплаты были в районе около 8 тысяч рублей. Хватало на основное что-то. Основные какие-то бытовые покупки, продукты и так далее. Помощь семье, так как я на тот момент жила с родителями. Выплаты молодого специалиста не рано или поздно заканчиваются. Не вечные, к сожалению. То есть сейчас, естественно, уровень зарплаты, он полубавился. Увы, но размер жалований саратовских учителей в 19 800 рублей лидирует в российском антирейтинге. Хуже ситуации только в Воронеже, где педагогам предлагают 17 800 рублей. В тройке антилидеров также Челябинск с зарплатой 19 900. Корень материальных проблем, по мнению председателя городского комитета по образованию Ларисы Ревудской, кроется отчасти в системе оплаты труда учителей. И тут саратовский регион, что называется, попал. Причем как в прямом, так и переносном смысле в эксперимент под названием «Человека-час». Согласно которому, зарплата учителей напрямую зависит от количества часов и человек в классе. Я могу сказать, что вот это подушевое финансирование и новая система оплаты труда, она в первую очередь выгодна крупным школам. Потому что деньги в школу приходят за ребенком. Чем больше в школе детей, тем больше фонд заработной платы. Когда фонд заработной платы большой, возможность маневрирования им, она расширяется. Естественно, нынешняя зарплата учителя, она зависит от очень многих факторов. И это и количество часов у человека, и это и количество детей в классе, безусловно. Почему маленькие школы проигрывают? Потому что там сидит, например, 12 человек в классе, и учитель получает за 12 человек. А работу-то он выполняет то же самое. Конечно, зарплаты тех, кто входит по утрам в школьные классы, не складываются из одной ставки. Есть доплата за классное руководство, кружки, проверку тетрадей. Существует целая система стимулирующих доплат, благодаря которым жалование саратовских учителей имеет все шансы перевалить за 25 тысяч. Так Владислав Гуреев преподает математику в физико-техническом лицее второй месяц. Первая зарплата в районе 20 тысяч была для него ожидаема. Однако прокормить семью на такие деньги, считает Владислав, можно едва ли. Это старт, да, это не то, что можно сказать, что прям доустраивает. На бытовые нужды, скажем так. А купить, допустим, вещи длительного использования за целиком одну сумму за покупку удается нечасто. Если будет семья, и ты будешь обеспечивать эту семью, ну, берем наименьшее количество, значит, два взрослых и ребенок. Конечно, этого не хватит, если будет работать только один взрослый. Своеобразным криком отчаяния стал пост Анатолия Пименова, заслуженного учителя биологии из того же физико-технического лицея, который выложил в одной из социальных сетей платежку с зарплатой за сентябрь с суммой около 17 тысяч рублей. Что называется, бери и ни в чем себе не отказывай. Пост вызвал неоднозначные комментарии, среди которых оказался и такой от директора одной из школ Тулы. «Это за гранью добра и зла. Анатолий Валентинович, приезжайте в Тулу работать ко мне в школу. Как в Москве я платить не смогу, но в районе 50 гарантирую. Правда, при нагрузке в две ставки. У нас интересно». А вот Раушан Валиулин, преподающий историю общества ведения в набережных Челнах, доказал, что бороться за свои кровные нужно до конца и поделился своей поучительной классной историей. Еще в феврале этого года я начал свою публичную открытую борьбу за повышение зарплат в школах. Лично моя заработная плата по должности учителя чуть больше 15 тысяч рублей, а с различными надбавками добегает до 22 с половиной. Я написал обращение в прокуратуру, в министерство образования и президенту республики Тарстан с требованием разобраться, почему педагоги получают такую низкую зарплату. В ответ на это мне пришло приглашение в мэрию города Набережные Челны. И здесь чиновники пытались убедить меня в том, что зарплаты моих коллег в регионе достаточные, высокие, а порой даже больше, чем нужно. Видимо, не повезло только мне. Я продолжил свою борьбу и обратился в трудовую инспекцию. В моей школе была проведена кулуарная проверка, но в какой-то момент они сдались. После публичной открытой борьбы они признали очевидный факт. Я получаю несправедливо низкую зарплату. Сейчас в моем расчетном листке за сентябрь месяц есть даже специальная графа. Выплаты согласно майским указам. В сентябре этого года я впервые получил зарплату, соответствующую майским указам президента. О том, что в саратовском образовании все далеко не гладко, признает и председатель областной организации профсоюзов, работников народного образования и науки Российской Федерации Николай Тимофеев. Одна из проблем – жесткая текучка кадров. В этом году из саратовских школ учителей больше уволилось, чем пришло на работу. Причем в поисках достойной зарплаты преподаватели школ массово уезжают из региона. Появилось 400 вакансий, а потом оказалось, что они рассосались. Куда делись? Потому что все вакантные места распределили между учителями, которые работают. Есть две ставки и больше. И, разумеется, от этого эффективности никакой нет. Система оплаты труда так и остается, основанная на ученика часа. Сейчас фонд оплаты труда увеличится, и все, будь спокойны, через полгода малокомплектные школы вновь заговорят о том, что у нас несправедливо. Это является нарушением законодательства, потому что закон говорит, что малокомплектные школы и сельские школы не должны зависеть от количества учеников. Добавим, что оба сына Николая Тимофеева учительствуют в саратовских школах, и чтобы прокормить семьи, пропадают на работе с утра до вечера. Даже поговорить по телефону, сетует Николай Тимофеев, не всегда удается. Уходит в 8 часов утра, приходит, скажем, в 7 часов вечера, никакой. Он даже со мной разговаривать не хочет, чувствую вину, что помочь ничем не могу ему. На одном из высоких заседаний губернатору доложили о росте заработной платы учителей. Также было обещано с 1 октября повысить оклады молодым специалистам до 19 600 рублей. А вот придется ли ждать саратовским педагогам обещанного 3 года, узнаем совсем скоро, когда учителя получат расчетки за октябрь.